Легким движением руки и на бумаге появляется целое звездное небо. Его юные химчане рисуют с помощью кисти и акварели на мастер-классе в парке Толстого. Здесь ребята научились правильно смешивать краски и получать нужный оттенок. А еще узнали о тонкостях работы художников. Смотрите, видите, я наношу синий цвет, затем я могу, например, окону с кисточком, взять фиолетового цвета, то есть разные цвета, пусть они друг на друга ложатся. Такие творческие занятия под открытым небом не только развивают у детей мышление, но и, конечно, поднимают настроение, рассказывает жительница Оксана Ткаченко. В парк женщина пришла вместе с внучками. Для малышей вот замечательно, вот сейчас идея придумана с рисунком, очень они оригинальны, и, конечно, детям это нравится. Очень замечательно, хотелось бы, чтобы побольше таких мероприятий проводилось, именно вот для маленьких. А это уже выставка-ярмарка ночной базары. Здесь у посетителей парка была возможность приобрести игрушки, как говорится, на любой вкус и цвет. К слову, у ребят разбегались глаза перед такой красотой. Рядом для юных химчан организовали локацию, где каждый смог почувствовать себя сыщиком или мафией в игре «Город засыпает». По паркам мы проводим различные мероприятия, как в праздничные даты, так и в обычные дни недели, в будни. Мы проводим для жителей, для посетителей городских парков мастер-классы, также развлекательные программы, поэтому это проводится круглогодично. Провести выходные увлекательно и, главное, с пользой пришли целыми семьями. Каждый посетитель получил заряд положительных эмоций. Нам очень понравилось мероприятие, мы очень рады, что в нашем парке проходят такие мероприятия, можем их посетить, особенно с детьми. Игра в мафию – это супер. Танцевать и делать всякие штуки – это очень интересно. Спасибо, что делали такие праздники. Также в рамках фестиваля «Ночь в парке» для жителей устроили кинопросмотр под открытым небом, а завершилась череда ярких событий выходного дня неоновой дискотекой. Эта часть насыщенной программы пришлась по душе юным посетителям. Да так, что дети готовы были зажигать под динамичные мелодии до самого заката. Анастасия Кравцовская, Софья Ткаченко, Новости, Химки-ТВ.